Всем привет, всем здравствуйте, дорогие друзья! С вами Кисели, в этом видео я буду с вами говорить по поводу кораблей, но не простых, а кораблей, которые можно характеризовать как хиллеров, саппортов, жрецов, престов, ну как в других играх и так далее. Корабли, которые могут захилить вас, друзья. Да, такое можно собрать, если вы не знали об этом, обо всем подробненько поговорим в дальнейшем, друзья. Ну что ж, с вас как всегда лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент. Поехали! Ну, давайте начнем с того вообще, на чем это основывается. Смотрите, я буду показывать в разнобой, и корабль, на котором я сейчас, он не будет показан, естественно, в момент того, как я буду показывать, как это работает. Начнем с лазеров. Лазеры у нас имеют один очень интересный экспериментальный эффект. Сейчас покажу, какой. Заходим в мастерскую инженера, в данном случае у меня Двеллер, и блюстные лазеры у меня стоят. Заходим. Смотрим. Последовательность координации. При попадании по ведомому из оружия с этой модификацией скорость восстановления его щита временно увеличивается, однако из-за этого изменение орудия вырабатывает больше тепла. Ну и естественно, это работает, но и даже тепло можно как-то нивелировать. Допустим, гайка под названием эффективное орудие. Со временем, даже вот на первой точке, уже минус 37,5% тепловыделения, ну тепловой нагрузки. Дальше минус 42,5%, минус 47,5%, ну и так далее, и так далее. Это работает. В данном случае на том корабле, который будет, будет стоять 4 лазера первого размера. А теперь, ребята, переходим к другой части фита. Следующее, что нам понадобится, это дроны-ремонтники и грузовые стеллажи по поводу дронов-ремонтников. Смотрите, допустим, в третьем отделении у нас вот есть дрон-ремонтник, где он находится. Вот. Смотрим, по третьему размеру. Нас интересует, чтобы ресурс-ремонта был максимальный, то есть у третьего Д-180, у третьего С-180, у третьего Б-180, третьего А-180. Понятно. Только у первого 60, то есть нам нужно на корабль максимальный возможный размер поставить. В данном случае, это шестерочка у вас по-эксплору, который будет, ну и, собственно, у самого Крайта. Значит, мы ставим именно его. Так вот, ставим его и грузовой стеллаж побольше. Щиты по желанию. Дальше. Во внешнее оборудование. На всякий случай рекомендую поставить хотя бы две типы подводные катапульты. И, ну, поскольку мы саппорты, поставьте еще тройль точной обороны. При всем при этом, во время того, как ваш, так сказать, друг, либо крыло, с которым вы будете, кстати, вы можете быть даже не в крыле во время всего этого, отдельно рядом летать, вам и стрелять не обязательно. И, ну, на вас, агрится, по идее, не будет в связи с ничего такого ценного в грузовом. Поэтому ставьте такую фигню, и все у вас будет хорошо. Хорошо. Дополнительное оружие вам, естественно, не нужно. Нужны только лишь лазеры в размере, там, четырех штук, шести штук. У Аспа, там, их шесть можно поставить, но мне нужно будет там поставить многостволочку, чтобы снять корпус и показать вам на примере. В общем, переходим к Аспу и Теспу. Ну, так вот, собственно, по фиту Аспа Эксплор. По гнездам тут, естественно, импульсные лазеры четыре штуки, здесь многостволки, чтобы снять броню и показать вам, как это все работает вместе. Так что ставьте сюда еще. Как раз-таки лазеры импульсные, импульсирующие. Ну, пучковые, ребят, там вы просто перегреетесь с, естественно, экспертальным эффектом, о котором я вам говорил, и с гайкой, которую я вам говорил. Далее. Внешнее оборудование, как я и говорил, теплоотводка, теплоотводка, троточной обороны. По основному оборудованию, ребят, ставьте, что хотите, тут всего хватает для этого фита. По дополнительному, тут одна заковырка, я про нее совершенно забыл. У нас дроны нечетные числа, то есть 5, 3, 1. Шестой, нет, шестого дрона, поэтому ставим шестой грузовой стеллаж, пятый дрон, ремонтник с ресурсом в 310. Естественно, седьмой дрон еще лучше это дело покажет, а это у нас анаконда, корвет, ну, вы поняли. В общем, вылетаем, смотрим и так далее. Спасибо большое ребятам, что вызвались поучаствовать. В общем, что мы делаем? Запускаем дрона-ремотника, мы же сейчас будем ремонтировать корпус. Дрон запускается, прицепляется к нашему кораблю, ну и, собственно, его ремонтируют. Все очень просто. Я не знаю, сколько это быстро будет, сейчас 49%, и, ну, довольно быстро, учитывая то, что корабль, естественно, не фулл-инженеренный, довольно неплохо. Получается, на 310 единиц один дрон сможет это сделать. Седьмой дрон, естественно, лучше. Это мы запомнили. Давайте перейдем к щитам. Как вы можете заметить, щиты не регенятся, если не отключены. Ну, это, я думаю, так понятно. Это будет работать только когда они восстановятся. А восстановятся они наполовину. И это довольно будет быстро. Они сейчас стоят двухпоточные. Если призматик, естественно, будет дольше. Смотрим. Щиты готовы. Как бы, ну, нормально. И не забывайте, друзья, то, что вы можете делать это одновременно, в одну группу запихнуть и щиты, и дрона. И хилить одновременно вашему другу и щиты, и, естественно, армор. И это, ну, довольно удобно. Плюс еще такой момент. Не обязательно брать Aspect Explorer. Можно взять корабль из серии, там, Питон. У него три шестых слота. Это означает то, что вы можете взять таких дронов три. То есть это уже, ну, реально поинтересней. Как мне кажется. Естественно, может быть вообще анаконду. Там и седьмой слот есть, и шестой слот есть, что тоже неплохо. И вам, как я говорил, не обязательно находиться в крыле, чтобы это дело у вас работало. Так что берите на вооружение. Посмотрим, как работает картер. Здесь, на секундочку, 5800 щита. Первые импульсные лазеры. Ну, естественно, заинженерные. А довольно так неплохо накидывает. На удивление. Давайте-ка все в оружие вообще поставим. Уже 60% пишет Артем. Дальше. Да, это очень быстро. Это, на удивление, очень быстро. И при этом мы особо не греемся. То есть я могу, конечно, использовать хитсинк. Но и так хорошо. Конечно, на распределение не хватает. Но я его не улучшал. Все оборудование было совершенно родное. И, как видите, даже таким кораблем можно нормально помогать вашим друзьям. Не забывайте то, что тут еще две вторых многостволки. Вместо них ставим, естественно, те же два лазера. И получается довольно неплохо. Блин, я думал, будет хуже. Я приятно удивлен. Когда будет сотка-то? Тут можно как-то посмотреть на цели-то есть? Все. Сотка. Прекрасно. Прекрасно. Ну вот теперь, друзья, вы знаете, то, что так можно делать, так можно работать. И это действительно удобно и оправдано. Даже на аспе можно. Но, конечно, с корпусом проблем будут. Но с щитами проблем никаких не будет. Даже если будет жирненькая призма. Так что берите это на вооружение. А у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Elite Dangerous. Плюс еще я структурировал большую часть видео, которые отснял. Там примерно около 13 плейлистов в общей сумме. И многие видео еще не структурированы. По плейлистам там обзоры всех кораблей, топы кораблей. Обзоры вооружений, фарм материалов, материалы стражей, сами стражи, модули стражей. Основные модули, такие как силовая и так далее. Внешние модули там. Там дополнительные модули, те же самые щиты, видосы про щиты, про танковки, про сборки кораблей под различные типы задач. А-ля оператства, боевка, торговля. В общем, дофига чего там вы найдете. Также в описании есть видео, которое я еще не структурировал. Из серии гайд по шахтерству, гайд по торговле, лучший старт для новичка. Если вы только новичок, возьмите на вооружение, посмотрите, быстро прокачаетесь. Также там будет еще видос плана развития вашего пилота. Типа с чего начать, что за чем следует, когда зарабатывать деньги, когда фарминг материалов, когда инженеры и так далее. Также в описании будут ссылочки на социальные сети, такие как Инстаграм, Крубовка, Дискорд-сервер и Телеграм-канал, где публикуется информация о выходящих видео в день их релиза. И, естественно, в Телеграме и в Дискорде есть беседки. В Дискорде там вообще уже 1300 человек перевалило, и там и эскадрилья, там все на свете, друзья. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok